Добрый вечер! В эфире телеканала Катунь 24 новости и итоги этого дня вместе с вами подведу я, Антон Скаль, в начале куротка о главных темах. На пороге отопительного сезона жители одного из домов Барнаула бьют тревогу. Им до сих пор не отремонтировали систему отопления. Боятся, что зимой замерзнут, а весной их вновь затопит. Астрономия возвращается. Первые уроки уже проводят в одной из школ краевой столицы. Причем в необычном формате. А еще можно поиграть в ту землю, взять в руку, например, тело земля. Император Вога. Участник популярного танцевального шоу из Алтайского края Дмитрий Красилов побывал на нашем телеканале. Мы решили проверить, так ли он талантлив. Что из этого вышло, смотрите в выпуске. Это подстава! Я не готов был к такому. Выбор, который сделали жители Алтайского края 10 сентября, дает возможность эффективно сотрудничать краевым властям с муниципалитетами. Об этом губернатор Александр Карлин заявил сегодня в ходе оперативного совещания в правительстве региона. Там были рассмотрены итоги единого дня голосования. Напомним, 10 сентября в Алтайском крае состоялась одна из самых масштабных избирательных кампаний в стране. Борьба шла более чем за 6 тысяч мандатов разного уровня. В большинстве сельских районов и городских округов выбирали депутатов представительных органов муниципалитетов. Явка избирателей была активной. Никаких нарушений при подготовке и проведении голосования зафиксировано не было. Завершение выборов и подведение итогов дает законные основания для начала работы по формированию структур исполнительной власти на уровне городских округов и сельских территорий, резюмировал Александр Карлин. Мы вступаем в очередной отопительный сезон. Мы должны завершить большое количество наших программ по строительству объектов инфраструктуры, социальных объектов. Иными словами, надо срочно еще раз уже в обновленном составе засучивать рукава и всем дружно и эффективно работать. Продолжаем выпуск. Жизнь на подпорках. В трехэтажном доме на улице Восточная 125 уже много лет жильцы боятся делать ремонт. Смысла нет, говорят жильцы. Несколько лет подряд их квартиры затапливают, а представители управляющей компании только руками разводят. Кто виноват, разбиралась моя коллега Анастасия Борисова. Здесь и посуду подставляли, ну, как бы соседей спасали, да. Сколько мы ведер вылили в ванну, а то бы все вниз ушло к соседке. Соседку от затопления Вячеслав Попов спас. А вот свою квартиру не смог. Уже четыре года подряд каждую весну мужчина готовится к потопу. А в этом году не успел. Напор воды был настолько сильным, что стены промокли до второго этажа. Многим жильцам пришлось выбросить мебель. Вячеславу повезло. Вещи намокли. Мы из квартиры все вещи вынесли. Все сюда вот здесь бардак был. Все было мокрое, все сушили. Включали колорифер, просушивали стену. Месяца полтора, наверное, сушили, направляли горячий воздух. Всему виной старая система отопления на чердаке. Ее не ремонтировали больше полувека, как и весь дом, который пережил переломный момент. В прямом смысле слова он треснул напополам. Да так, что через трещину в соседнюю квартиру можно было просунуть руку. В управляющей компании решение нашли сразу. Щель замазали, а в подвале установили подпорки. Это единственное, что спасает дом от разрушения, убеждены жильцы. Было обращение 21 июля 2016 года по вопросу ремонта дома и прочих мелких работ по чердаку. Там ремонт жалюзей, утепление, труб, отопление. Ответ был получен только через год. В этом ответе, по сути дела, ничего конкретного не было. Инициативная группа жильцов восьмой раз решила обратиться в управляющую компанию. Раньше общение директора с жильцами всегда заканчивалось недопониманием. На этот раз под прицелом нашей телекамеры директор, наконец, разъяснил жильцам, какой пакет документов необходимо собрать, чтобы обратиться к региональному оператору. Срок мы успеем сделать. В любом случае все будут запущены и будут все с теплом. Единственное, фонд старый. Естественно, заявок очень много с лесарей не справляются. Все, что касаемо квартиры, каких-то платных заявок, мы их не принимаем и не обрабатываем. Мы обслуживаем только места общего пользования. Поэтому паника здесь неуместна. Ситуацию можно было разрешить еще летом. Если бы управляющая компания четко объяснила жильцам, в какие инстанции нужно обращаться, а собственники выполнили все ее рекомендации. Отопительная система была бы уже налажена. До старта отопительного сезона остается ровно неделя. За это время управляющей компанией необходимо подготовить еще 19 объектов, в том числе и дом номер 125. Анастасия Борисова, Антон Червяков, Николай Государкин. Новости. Полная замена труб и недоумение жильцов на улице Интернациональная в районе Малопрутского переулка полностью меняют теплотрассу. Жильцы обеспокоены, что из-за работ в их дома отопление поступит с задержкой. Сейчас улица Интернациональная больше похожа на место боевых действий, нежели на жилой район. В середине июня в почтовых ящиках жильцов появились извещения о смене энергетической компании. Вместо МУП «Энергетик» теперь этот участок будет отапливать ТЭЦ-3. Поэтому новая компания начала замену теплосети. Однако это вызвало недоумение среди жильцов. Никто нам не объяснил ничего. Мы, МУП «Энергетик», который пионеров 8 обслуживали, они недавно тоже делали эту трассу. Трубы совершенно хорошие. Сейчас меняют больший диаметр. Говорят, что было 4 очка давления, сейчас будет 8. У нас частный сектор. Как это что будет выглядеть, нам никто ничего не говорит. Главное опасение жильцов в том, что давление и температура в новой теплосети будут слишком высокие. И пластиковые трубы в домах попросту не выдержат такой нагрузки. У Екатерины Соловьевой, как и у большинства жителей частного сектора, стоят полипропиленовые трубы. Их максимальная рабочая температура – 95 градусов. Однако в новой сети температура воды под давлением будет достигать 150. Вот смотрите, какие они тоненькие. А давление, говорят, будет 130. Но нас они не выдержат. И что нам делать? Я вот одна живу, например. Менять я не в состоянии. Тогда жильцам предложили альтернативу – установить элеваторные узлы. Однако у них это вызвало еще больше вопросов. И вот эти элеваторные узлы, я даже по телефону, вот мне там телефон дали, я позвонила по этому телефону. Он мне сказал, мужчина, вот именно с этой компанией, кто будет вырезать эти нам эти. Он сказал, что покупайте элеваторные узлы. Я говорю, сколько они стоят? Он говорит, я не знаю. Теперь говорю, а где их взять, например? В интернете, поищите в интернете. Наш телеканал связался с представителями сибирской генерирующей компании. Нам рассказали, что собственникам домов на Интернациональной беспокоиться не стоит. Компания установит специальные шайбы, которые будут регулировать давление в трубах. А в течение этого отопительного сезона проведут анализ, нужны ли элеваторные узлы. Элеваторные узлы устанавливать жителям никакие не нужно будет. В этом году предусмотрена установка дополнительного оборудования на насосной станции, откуда запитаны потребители. Значит, где будет за счет этого оборудования обеспечен оптимальный температурный и гидравлический режим. В сибирской генерирующей компании гарантируют, 15 сентября оборудование уже будет готово к подаче тепла. Поэтому жители интернациональной могут быть уверены, этой осенью и зимой они не замерзнут. Вадим Слюсарев, Роман Хайрулин. Новости. В целом, по городу уже готово большинство теплосетей. Все работы выполнены, осталось только устранить три повреждения. Работа закончится в ближайшее время. Начало отопительного сезона зависит от температурного режима. В целом, подготовка к отопительному сезону у нас идет в соответствии с планом. Все ремонтные работы, которые были запланированы, уже выполнены. Значит, было запланировано 1712 погонных метров капитального ремонта тепловых сетей. Все оборудование находится в работе. Замечаний нет. Взломали, вымогают деньги. Хакеры покусились на вкрупнейшее интернет-сообщество Алтайского края «Барнаул-22». Как итог, сегодня в 16.35 по местному времени был взломан и удален официальный аккаунт «Барнаул-22» в Инстаграм и почта сообщества. Как нам рассказал в телефонном разговоре основатель паблика Алексей Куреленок, хакеры либо просто мошенники, любители поживиться, за восстановление аккаунтов просят 20 тысяч рублей. Гарантий при этом никаких не дают. На самом деле у нас проблемы пошли больше недели назад, в начале сентября. У нас постоянно слетала почта. У нас попытки были взлома админских аккаунтов, всех, кто имел доступ к сообществу. У нас ломались почта, то есть мы восстанавливали уже пароли. Мы усиливали безопасность вот эту двухактуру на ассортификацию. То есть я не понимаю, кому это надо и зачем это надо. Руководители сообщества отказались выполнить условия хакеров и сейчас пытаются своими силами восстановить аккаунты. Пока попытки безуспешны. Астрономия возвращается в школы. Наука станет обязательным предметом для изучения в старших классах. В одной из барнаульских школ уже прошли первые уроки. Причем в формате дополненной реальности. Мы готовимся к Олимпиадам и, соответственно, к ЕГЭ по физике, которая включает в себя задание 24 с элементами астрономии. В школьном расписании изменения астрономия, как отдельный предмет, пока в тестовом режиме вернулась в образовательную программу. Теперь один раз в неделю старшеклассники смогут наблюдать за космическими явлениями. При этом выходить из-за парты не обязательно. Совместив виртуальные и реальные объекты, получаем наглядное пособие нового века. Можно покрутить со всех сторон. А еще можно поиграть в эту землю, взять в руку, например, тело земля. Спецэффекты для учебников созданы на Алтае. Специально для этого в Институте повышения квалификации работников образования открыли новое подразделение – лабораторию электронного обучения. Здесь-то и смогли уместить на ладони солнечную систему, растения, занесенные в Красную книгу, и даже известных поэтов. Мы сделали учебник по литературе, и в него внесли элементы дополненной реальности. У нас там видео, на котором читает стих Роберт Рождественский. Прямо на странице книги сам Роберт Рождественский читает нам стихотворение. Как сделать процесс обучения интереснее, знают сами школьники. Они стали соавторами новых учебников. Мне предложили помочь в написании учебника по астрономии. Я писал астрономические сказки. Самая легкая была о Луне, так как, понятно, много легенд с ней связаны. И осталось что-то додумать. Также легко было написать, например, о Солнце, о нашей звезде, всем известной. И сложнее было уже с далекими планетами, вроде Урана, Нептуна и так далее. Астрономия, учебники с дополненной реальностью – не единственный сюрприз для школьников и их родителей. С этого года в учебных заведениях Алтайского края будут уделять больше внимания изучению географии, ботаники, истории и литературы малой Родины. Для этого разработают несколько дополнительных учебных пособий. А значит, уроков об Алтае станет больше. Ольга Штополь, Александр Морозов, Новости. Детский дом связи открыла в Барнауле компания «Ростелеком». Это игровой дом, в котором дети будут знакомиться с четырьмя базовыми профессиями на рынке связи. Инсталлятор, инженер телефонной станции, монтер линейных сооружений и оператор связи. Три, два, один! То, что в детский город профессии Кидвиль пришла связь, заметно по синим телефонным аппаратам. В магазине, банке, почте, салоне красоты и других локациях установлены действующие городские телефоны. Дети-связисты могут перемещаться по всему городку, проверяя работу городской телефонной сети и качество связи. Детям обязательно нужно знать о профессии связиста. Здесь представлено четыре основных профессии, базовых, на которых держится вся наша связь. Это монтеры линейных сооружений, инженеры телефонных станций, инсталляторы и операторы связи. Маленький житель Кидвиля и Артема Змеев серьезным видом подключает людям интернет. В будущем он планирует стать монтером. Юный работник мечтает, чтобы люди, находясь на огромном расстоянии друг от друга, всегда могли общаться. А пиши то, что ты делаешь. Я включаю интернет людям. Нравится тебе это? Да. Игровая комната оборудована рабочими зонами. За столом оператора связи можно с помощью гарнитуры записать приветственное сообщение клиенту. В зоне обучения профессии «монтер линейных сооружений» наставник научит, как сращивать кабель, забираться на опору и проверить воздушные линии связи. Инсталлятор за другим столом проверяет работу модема, чтобы подключить домашний интернет. А инженер телефонной станции соединяет абонента из одного населенного пункта с другим. И на карте загораются города. Есть связь? Освоив профессию, ребенок получает удостоверение и заработную плату в местной валюте «Вилли», на которую он может приобрести что-нибудь полезное для себя здесь же, в супермаркете. У нас в учреждении сейчас уже 14. Дом связи «Ростелеком» открылся. Это 14-е учреждение, в котором теперь дети смогут познавать мир, охватывать все технологии, узнавать о новых тенденциях в технологических сферах. И, конечно же, пользоваться интернетом, телевидением во всей своей широте. На открытии «Дома связи» детей ждал парад гостей. Трансформер «Бамблби», волколоид «Мекуха Цуни», тролли «Алмаз» и «Розочка», профессор «Звездунов» со вкусным мороженым и лимонадом. А еще шоколад, фирменные рюкзаки и браслеты. Очень праздничная и весело в кедверь влились связисты. Анастасия Романова, Валентина Аскерова, Дмитрий Газерлыга. Новости. Император «Вога» – так назвали жюри шоу-танцы на федеральном канале жителя Алтайского края Дмитрия Красилова. Своим необычным выступлением Дима покорил зрителей проекта. Сегодня танцор стал кустем нашего телеканала. Он рассказал нам о себе и даже прошел танцевальный марафон. Это видео с выступлением барнаульского танцора за несколько недель собрало больше 100 тысяч просмотров и десятки восторженных комментариев. 2 сентября после выхода программы «Танцы» на федеральном телеканале Дмитрий Красилов неожиданно для себя стал знаменитостью. Слава бешеная! Я не знаю, откуда люди просто берутся. Я, конечно, знаю, что у нас страна очень миллионная по населению, но, мне кажется, совсем скоро она у меня будет вся в инстаграме. Сам Дмитрий родом из Заринска. Там же начал танцевать. Затем переехал в Барнаул и стал заниматься танцами уже профессионально. Необычная внешность и подача помогли танцору пройти в одно из популярнейших шоу страны. Сегодня Дмитрий Красилов стал гостем телеканала «Катунь-24». Мы решили сами проверить его танцевальные способности и предложили ему пройти танцевальный марафон. И первая музыка – та самая, под которую Дима танцевал на проекте. Вторая мелодия – «Страстная фламенко». А это композиция – хит-лета «Деспасита». И это не все мелодии, под которые танцевал Дмитрий Красилов. Полную версию видео вы можете найти в социальных сетях «Катунь-24». Это подстава года! Это подстава! Я не готов был к такому. Ну, Бузову-то понятно, как бы там любой станцует, как бы, ну и то я налажал. Вот, но фламенко – это было жестко, конечно. Дмитрий Красилов уже покорил коллектив телеканала своим оптимизмом и танцами. Осталось влюбить в себя всю страну. Впереди у него новые испытания на шоу. А вот попадет ли наш земляк в ТОП-24 и в команду одного из наставников – узнаем совсем скоро. Следующий выпуск проекта «Танцы» в субботу. Олеся Роженцова, Сергей Балуев, Анатолий Фукс. Новости. На этом у меня все. Еще больше новостей вы можете найти на нашем сайте. Там же ищите информацию, посвященную 80-летию Алтайского края. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова